Очень грустно. Не представляете. Будем вспоминать всю свою жизнь. Ну вообще, школа – это только начало. Начало большого, длинного пути в нашей жизни. Поэтому надо расценивать это как промежуточный этап и запомнить это как самое лучшее время в нашей жизни. Пока что. Сегодня они радуются и улыбаются. Последний звонок – особенный и волнительный момент для всех выпускников. Праздник, когда, с одной стороны, учеба уже позади, но особо отдыхать еще времени нет. Впереди экзамены, выбор вуза, вступительные переживания. Чтобы лично поздравить ребят в Идовскую гимназию, приехали глава муниципалитета Дмитрий Абаренов и уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. Ребят, дерзайте, чтобы у каждого из вас сложилась жизнь так, как вы и два сами хотите. Чтобы тот путь, который вы выбрали, он был как можно легче, как можно успешней. И чтобы все у вас в жизни сложилось. Ничего не бойтесь. Верьте в себя, в свои силы. Не бойтесь ошибаться, не бойтесь терять. Потому что жизнь такая штука, она справедливая. Она все равно вас вознаградит за ваши труды, за ваши старания. В Идовской гимназии на протяжении нескольких лет входит в топ-100 лучших школ страны. Ее ученики успешно сдают ЕГЭ на 100 баллов и являются участниками различных олимпиад. Выпускница Арина Тупкало прославляет наш округ сразу по двум направлениям. Она успешно выступает за танцевальный клуб «Звездный вальс». А еще в апреле этого года в Казани девушка представляла свою школу на Всероссийской олимпиаде по искусству. И очень достойно. Арина стала призером. Хочу поступать в Высшую школу экономики на факультет истории искусств. Благодаря тому, что я стала призером олимпиады школьников. И мне это очень сильно облегчило жить, потому что мне не придется сдавать экзамены. В этот день прозвучало много благодарности дорогим учителям, а родители говорили детям напутственные слова. Чтобы впереди наших детей ждала большая, долгая, красивая дорога, полная успехов, взлетов и свершений. По окончанию линейки на аллее гимназии выпускники вместе со взрослыми высадили на память деревья. В этот день саженцы рябины появились и во дворе 11-й видновской школы. Здесь ребята вместе с учителями взяли на себя организацию самого трогательного и незабываемого праздника. Мы сейчас выступаем последний раз, чтобы удивить их родителей, учителей и всех. И удивить получилось. Несколько часов ребята пели, танцевали, благодарили за 11 незабываемых лет. Одним из самых волнительных номеров, который вызвал шквал эмоций, стало признание в любви своим родителям. Выпускники звонили мамам и папам и говорили самые важные слова. Да так, что реакции были довольно неожиданные. Выпускники звонили, пишут, что вы должны знать. Извиняйте, меня поплачьтесь, что вы пропустите в вашу школу. В завершении праздника на сцену с добрыми напутствиями поднялись учителя, родители, представители администрации округа. Мне кажется, в каждом из вас будет долгие годы жить частичко души учителей. И этой школы так должно быть. Уроки закончились, но впереди у выпускников важный и ответственный период сдачи ЕГЭ. Первый уже совсем скоро, 25 мая. Екатерина Коваренко, Александр Логинов, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.